Новости Большого Города на Средней Волге Гейзерно-Печорская старая теплотрасса дала о себе знать. По последнему слову техники в Самаре на пятой просеке построят школу мечты. А за окном то снег, то дождь, как сберечь здоровье во время погодных аномалий, и какие еще сюрпризы самарцам приготовил этот декабрь. Исполнили мечты почти 9 тысяч детей. В Самаре вновь появились елки желаний. Весь день сегодня самарские ресурсники устраняли последствия аварии на теплотрассе на улице Печорская. Рано утром из-за повреждения трубы без стабильной подачи отопления остались более 100 домов в Советском и Октябрьском районах Самары. Андрей Горгуленко побывал на месте аварии. Улица Печорская парит. Авария на трубе отопления оставила без тепла больше 100 домов Самары. Лидия Гантимурова из дома номер 48 по улице Печорской об инциденте сначала сообщила соседка. А когда квартира начала остывать, женщина с мужем и сама почувствовала холод. Сейчас греются бытовыми способами и с нетерпением ждут завершения работ. Ну что, включил духовку. Греемся, духовка. А как квартира? Холодно же в квартире. Ледяные батареи на улице все равно. Хоть и ноль, но в квартире-то холодно. Выяснилось, что поврежден участок трубопровода, подающего отопление диаметром 500 миллиметров. Ресурсники уже через час после аварии отключили подачу тепла, вскрыли асфальт на месте аварии и приступили к демонтажу трубы. Аварийная бригада определила место повреждения с точностью до сантиметров. И чтобы избежать подобной ситуации в будущем, было принято решение заменить не только поврежденный участок, но и следующий сектор трубы. В некоторых домах тепло не отключали. В остальные оно уже вернулось. На время ремонтных работ здания подключены по резервным схемам. Управляющая компания, нет, они все оповещены и все по возможности вот эту резервную схему включают. Есть несколько домов, которые работают на рециркуляции с разбором воды, там отопление, в принципе, есть. На месте работают две бригады – районная и аварийная, и 10 спецмашин. Завершить замену трубы и включить отопление обещают уже к 10 часам вечера. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. И еще один коммунальный коллапс произошел на улице Береговой в районе проспекта Кирова. 5 декабря в дорожные ямы там провалились сразу два автомобиля. Ямы образовались из-за поврежденной накануне трубы. Из-за потоков воды автомобилисты их не заметили, а предупреждающие знаки появились только ближе к вечеру, негодуют очевидцы. В итоге в дорожный капкан попались «Лада Приора» и «Семерка». Насколько сильно повреждены автомобили, пока неизвестно. Между тем, в соцсетях пишут, что это не единственные пострадавшие машины, ранее в провал угодили Гранта и Газель. Для того, чтобы достать автомобили, потребовалась спецтехника. Погода барышни капризная. В этом месяце специалисты прогнозируют переменчивую погоду за окном. Легкий морозец будет сменять плюсовые температуры и дожди. Как быть метеочувствительным людям и где искать спасение, разбиралась Мария Левина. У природы нет плохой погоды. Но в действительности не все так прозаично, как в известной песне. С резким изменением температурного фона практически каждый человек сталкивается с метеозависимостью. Чаще симптомы дают о себе знать при циклонах – дожде, сильном ветре, снеге. В декабре в этом году славится капризной погодой. Легкий морозец и плюсовая температура то и дело продолжат сменять друг друга до конца года, прогнозируют специалисты. В течение последних дней проходили теплые фронты, с которыми были связаны выпадения осадков и очень теплая погода. У нас сегодня повсеместно плюсовые температуры на 12 часов дня. Где-то и дождиками идет, где-то мокрым снегом идет, осадки идут, но разного характера. Будет какой-то перерыв, связанный с этим именно фронтом. Потом опять следующий подходит. Опять будет 9 числа мы ожидаем снежочки. А потом опять прекращение. То есть циклон по северу идет и за собой тянет много-много фронтов. Грядущие выходные ожидаются без осадков. Ночные и дневные температуры останутся примерно на одном уровне. Минус 1,6 ночью и от минус 4 до плюс 1 градуса днем. В понедельник над областью будет новый циклон. А значит, метеозависимым людям нужно держать руку на пульсе. Давление падает или поднимается. Я сама внушаюсь себе, что надо полежать, надо выпить воды больше. Головная боль, слабость, головокружение. Вы уже приспособились? Да, приспособилась. А к врачу обращаетесь в это время? Ну, очень редко. По статистике каждой второй россиянин реагирует на изменения погоды. Головная боль, тошнота, давление. С переменами за окном увеличивается и очередь на прием к специалисту. Специалисты разделяют понятие метеочувствительность и метеопатию. К первому относят смену настроения. Второе, уже более серьезное явление. Это болезненная реакция на перемену погоды. У человека появляются симптомы какого-либо заболевания. Чаще всего это патологии сердечно-сосудистой системы и колебания артериального давления. Облачность, осадки, сильный ветер. Все это и влияет на изменения атмосферного давления, с которым артериальная в прямо противоположной зависимости. При повышении первого, второе понижается. И наоборот. Такая зависимость прослеживается и у здоровых людей, но у гипертоников сильнее выражена. Если вы такое за собой раньше замечали, вы свои плановые лекарства, которые вы принимаете по поводу повышенного артериального давления, можете даже немножко дозировку прибавлять. Артериальная гипертензия – это болезнь цивилизации, болезнь нашего современного образа жизни. Там может реализовываться какая-то наследственная предрасположенность, но, как правило, это болезнь цивилизации, болезнь современного нездорового образа жизни. Чаще всего такое заболевание возникает при курении, ожирении, хроническом стрессе и недосыпе. Чтобы оставаться в тонусе, при переменах погоды специалисты рекомендуют ограничить на время физические нагрузки, избегать длительной поездки, меньше нервничать и всегда иметь при себе лекарства, которые выписал врач. При повышении давления нужно срочно обратиться к врачу. Если же оно в норме, но реакция на погоду все равно есть, например, головная боль, достаточно ограничиться обезболивающим и хорошенько отдохнуть. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Школу, о которой можно только мечтать построить в Самаре, уже в следующем году на пятой просеке. Это проект самарских дизайнеров, и в нем они использовали опыт строительства самых передовых школ России. Учли и пожелания родителей. Елена Малюцина посмотрела эскизы и сама захотела вновь пойти в школу. Пока здесь, на пятой просеке, неподалеку от дачи Головкина, пустырь. Но совсем скоро появится трехэтажная школа. Проект уже готов. Пятиметровая сцена в актовом зале. Кабинет музыки с шумоизоляцией, медицинский и пищевой блок по последнему слову техники. Кабинеты логопеда и психолога. Несколько помещений под библиотеку с читальными и лекционными. Тренажерные хореографические залы. Противоскользящие полы и даже опорные колонны с антитравматическим покрытием. Для мальчиков – столярная и слесарная цеха. Для девочек – швейный и кулинарный. Не школа, а фантастика. Несколько лет назад о такой можно было только мечтать. Кабинеты по 73 квадратных метра. Спортивные залы с антитравматическим покрытием. Лифты для маломобильных людей. Все продумано до мелочей. Жители Октябрьского района, одного из самых густонаселенных с нетерпением, ждут новую школу. Она поможет разгрузить уже существующее. Самарские дизайнеры, создавая проект, использовали опыт строительства самых передовых школ России. Учли пожелания и родителей. Но в первую очередь позаботились о безопасности детей. Предусмотрели широкие пожарные проезды и охрану по последнему слову техники. Конечно, приятно, что нас слушают. Конечно, приятно, что нам сказали, что мы выберем цвет. Что учли пожелания вплоть до ширины актового зала. То есть до сцены, до ширины. Естественно, конечно, танцующие, у кого девочки, так как у меня мальчики занимаются спортом дзюдо, нас актовый зал так не затронул. Конечно, для танцующих девочек это все, конечно, интересно. Но в первую очередь, что пожарная безопасность, что пожарные проезды будут, что будет видеокамера, что будет где-то хорошая входная группа с турникетами, с пропускным режимом, это максимально важно. Нам рассказали и показали. Это будет просто, конечно, фантастика. Современная школа, безопасная школа с удобными подъездами, с дополнительными услугами и для творчества. Там актовый зал, спортзал, все. Ну, потрясающе. Мы очень счастливы, мы ждем, ждем с нетерпением нашу школу. Новое учебное заведение построят благодаря национальному проекту образования. Строительство новых школ и садов – приоритетное направление региона. Строители, которые приходят как подрядчики, их научили понимать, что вы строите для самого дорогого, что у нас есть, для детей. Поэтому должны применяться самые современные технологии. Это вот то, о чем говорили. Это бесшумное, бесшовное, так сказать, бескорсизящее и много-много другое. Новую школу планируют сдать уже 31 декабря 2020 года. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События. Самарская область – абсолютный лидер в ПФО. За успешную работу регион получит в следующем году почти полтора миллиард рублей. На что конкретно направить дополнительные деньги, глава региона будет решать вместе с жителями. Это может быть строительство детских садов, школы или благоустройство мест отдыха. Слово Мэриил Чен. Светлана Плотцева работает педагогом 10 лет. Последние два года в Самарской 132-й школе учителем химии и биологии. Делится, узнав о дополнительно выделенных средствах для региона, сразу подумала о том, как в Самаре необходимы новые школы. Я как работник в сфере образования, наверное, естественно, хочу сказать, что школ хороших, оборудованных, современных на данный момент не хватает. Поэтому, наверное, лучше еще одну школу на большое количество мест. Такую высокую оценку деятельности наша область получила, безусловно, за счет деятельности Дмитрия Азарова, нашего губернатора, который в 2018 году разработал стратегию лидерства. И многие не верили в то, что она принесет свои плоды, но уже сейчас область получает финансирование дополнительное. То есть первый шаг на пути к будущему уже сделан. Самарская область вошла в пятерку российских регионов, получивших наивысшую оценку деятельности от президента страны и абсолютный лидер в ПФО. За успешную работу 63-й регион получит в следующем году почти полтора миллиарда рублей. Как потратить эти средства будут решать вместе с жителями. То, что губерния получила эти деньги, уже говорит о том, что губерния достаточно успешно развивается. И я убеждена, что эти деньги будут тоже распределены правильно, грамотно и в интересах всех жителей Самарской области. Регионы оценивались по восьми критериям. Среди них наличие высокопроизводительных рабочих мест во вне бюджетной сфере и средняя зарплата, уровень образования, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и естественный прирост населения. Это ровно то, о чем мы с вами не просто мечтали, а то, что мы с вами проектировали в прошлом году. Формирую обновленную стратегию развития региона, стратегию лидерства. Самарская область не может быть середнячком среди регионов России. И сегодня мы делаем первые, но очень уверенные шаги для того, чтобы вернуть звание лидеру региона, которое мы утратили, к сожалению, в предыдущие годы по многим и многим позициям. Гранты регионам, достигнувшим лучших показателей, распределяли на заседании правительства страны в конце ноября. Всего в список попало 50 регионов. Сегодня уже никто не приедет к нам из других регионов и не будет учить нас, как работать. И говорить о том, что здесь, в Самаре, работать не умеют. Будут приезжать и советоваться. А где-то и учиться у нас. Это ко многому нас обязывает. И, конечно же, мы понимаем, что смотреть на нас будут иначе. А значит, и конкуренция за масштабные проекты, за новых инвесторов, за лучшие умы и талантливые руки будет еще жестче. Но я уверен, что совместной слаженной работой мы справимся. Потому что вместе мы можем больше. Губернатор выразил уверенность, что такая совместная работа приведет к успеху. И все, что запланировано в стратегии лидерства, будет успешно реализовано. Мэри Елчан, Константин Головин, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других событиях дня. Пятеро мужчин с крупной партией наркотиков задержаны в Самаре. На их съемных квартирах полицейские нашли более пяти видов запрещенных к обороту веществ. В том числе амфетамин, кокаин и ЛСД. А также электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты. По данным оперативников, запрещенные вещества предназначались для продажи. Их должны были закладывать в тайники. Все подозреваемые арестованы. Самарец на автовозе с восьмью иномарками угодил в кювет в Оренбургской области. 40-летний водитель управлял грузовым автомобилем с полуприцепом-автовозом, но не сумел выбрать безопасную скорость, не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия. В итоге машина улетела в кювет и опрокинулась. Мужчина не пострадал. В Самаре начался процесс по делу экс-главы фонда капремонта Михаила Архипова и его брата. Первого обвиняют в коммерческом подкупе, другого в посредничестве при передаче денег. Сейчас по просьбе адвоката, только в октябре вступившего в дело по соглашению с Михаилом Архиповым, суд объявил паузу, дав ему время на ознакомление с материалами дела. Оба подсудимых вину не признают. Напомним, 38-летних Михаила и Алексея Архиповых задержали сотрудники УФСБ в конце июля 2018 года. По версии следствия, Михаил Архипов, возглавлявший с 2016 года региональный фонд капремонта, наладил схему получения откатов от подрядчиков. Предварительное следствие собрало доказательства по 11 фирмам, которые передали подсудимому почти 37 миллионов рублей. В Самаре завели уголовное дело после жалоб жителей на текущую крышу. Проверка показала, что управляющая компания плохо выполняла свою работу. Речь идет о шести многоквартирных домах. Два находятся в советском районе, четыре в промышленном. Крыши везде были отремонтированы, но продолжали протекать. Следственный комитет устанавливает виновных. На Старом мосту на улице Главной будут искать дефекты. Специалисты должны тщательно исследовать сооружения на предмет различных повреждений, влияющих на безопасность движения и долговечность объектов. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Цена контракта чуть более двух миллионов рублей. Победители аукциона выберут 20 декабря. Мост на улице Главной построен в 1954 году, а путепровод Казачий в 1956 году. Глава региона Дмитрий Азаров предложил сделать 31 декабря выходным днем. Вместе с руководителями предприятий, лидерами профсоюзов и депутатами обсудим эту идею и ее целесообразность. При принятии решения будем ориентироваться на мнение своих земляков, цитирует Интерфакт слова Дмитрия Азарова. Губернатор сообщил, что решение, будет ли 31 декабря в Самарской области выходным днем, примут в течение 10 дней. Тем временем в Самаре уже открыт сезон новогодних чудес. Стартовала благотворительная акция «Елка желаний». Она помогает исполнять заветные детские мечты. Письма Деду Морозу пишут дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей. Как на один день стать волшебником, узнала Мэри Елчан. Дед Мороз садится в сане, позовет детям в сане, всем подарки развезет, ведь приходит Новый год. Восьмилетний Артем Сируканов мечтает стать футболистом. И профессиональные бутсы ему очень нужны, о чем он и написал Деду Морозу. Мальчик проживает в центре Иволга уже два года. Там находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Сегодня Артем вместе с другими воспитанниками открыл ежегодную акцию «Елка желаний». Больше всего мне понравилось украшать елку, рассказывать стихи про всех. На протяжении 12 лет в городском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки устанавливается елка. Украшают ее новогодними открытками, в которых маленькие самарцы с непростой судьбой пишут о своих мечтах. Я убежден, что все желания с этой елки исполниться, потому что у нас в Самаре живут замечательные, добрые, отзывчивые люди, которые готовы делиться радостью и быть помощниками Деда Мороза. Всего за эти годы в добрые акции приняли участие 30 тысяч жителей Самары. Они осчастливили почти 9 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году в планах подарить новогоднее настроение еще 500 малышам. Каждый гражданин, который приходит, он берет открыточку. Мы обязательно записываем, кто эту открытку взял, записываем телефон и обязательно отслеживаемся, чтобы не получилось, что открыточку ребенок повесил, а подарок какой-то не дал. Но такого у нас за 12 лет не бывает. В очередь к елке желаний выстроились и в городской думе. Там письма от воспитанников из Центра помощи детям имени Бориса Фролова. Каждый год депутаты лично отвозят подарки в детский дом. Мы приобретем вместе с Дедом Морозом эти подарки, но не просто мы их передаем, а уже традиционно выезжаем большим коллективом от дома, поздравляем. У нас такой большой хороший праздник вместе с коллективом, с детьми. Это будет общее мероприятие, мы туда приедем. Надежда получит сертификат на посещение салона. После этого в удобное для нее время она сможет посетить салон и осуществить свое желание. Поддерживают депутаты ребята в течение года. Для футбольной команды детского дома закупили форму. А чтобы дети видели, как играют профессиональные футболисты, их вывозят на спортивные матчи на стадион Самара-Арена. Стать волшебником и исполнить чью-то мечту может каждый житель Самары. Для этого нужно прийти в департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации города и снять с елки желаний вот такую открытку. Мэри Елчан, Константин Головин, События. Ограниченные возможности здоровья, но не ограниченные возможности в жизни Международный день инвалидов отметили в Самаре вручением премии «Мир равных возможностей». В шести номинациях от образования науки до физкультуры и спорта. Сергей Кизоркин расскажет о лариатах. Дмитрий Курунов – универсальный спортсмен. Стреляет из лука, плавает с аквалангом, играет в слэдж-хоккей. Это паралимпийский вид спорта для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В хоккей играют на санях с парой клюшек. Дмитрий рассказывает, именно слэдж-хоккей буквально поднял его с инвалидной коляски. Как ни странно, даже становится легче ампутированной ноге, потому что она как бы живет вместе со всем телом. Она чувствует движение, чувствует динамику. Ну и, естественно, присутствующий именно хоккею азарт, спортивный азарт, именно такая хорошая спортивная злость бывает, адреналин прям бывает скипает, кипит. Вот роль хоккея. Дмитрий Курунов премию главы Самары «Мир равных возможностей» получает второй раз. Вручение этой награды, она была учреждена 8 лет назад, приурочена к Международному дню инвалида. За достижения в области образования науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физкультуры, предпринимательской и общественной деятельности премию получили 18 человек. У них как раз возможности безграничны. Вот все документы, которые мы просматриваем, видим, что действительно люди талантливые, люди активные и люди достойные. Есть у нас люди, которые действительно получают эту премию не первый раз, но они номинируются в разных номинациях. То есть, допустим, либо образование, либо предпринимательская деятельность, и не чаще, чем один раз в три года. Кроме дипломов, лауреаты премии «Мир равных возможностей» получили еще один подарок – концерт классической музыки. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Как открыть торговый счет в иностранном банке и вывести свои товары на экспорт? В Самаре прошел бизнес-семинар для начинающих и уже действующих предпринимателей. Анатолий Головко пообщался с опытными спикерами, которые рассказали об успешном развитии своего дела за рубежом. Татьяна уже давно планирует открыть свое небольшое дело. Девушка мечтает заняться закупками бытовой техники за рубежом и продавать ее в России. Но пока не знает, с чего начать, поэтому и пришла на семинар. Я как будущий предприниматель решила посетить этот семинар, чтобы получить консультацию о том, как покупать товары за границей и продавать здесь, в России. Участникам тренинга рассказали о валютном контроле, банковских операциях и иностранных партнерах. По словам опытных спикеров, для открытия компаний за рубежом необходимо собрать базовый пакет документов, составить бизнес-план, просчитать риски и наладить контакт с потенциальными клиентами и партнерами. Кроме того, коммерсантам придется получить лицензию, зарегистрироваться в налоговой службе и открыть счет. Мы рассматривали на семинарах инструменты, возможности, гранты, поддержку, которые предоставляет государство. Потенциал огромный, а результаты я вижу. И я думаю, что руководство и министерство, которое помогает, у нас будет великолепный старт и большое количество будет экспортных контрактов с высокой эффективностью, с высокой рентабельностью и прибыльностью. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Уже прошло у нас 15 семинаров. Охватили мы как действующих предпринимателей малого и среднего бизнеса, так и физических лиц, которые собираются стать предпринимателями. Рассказали обо всех нововведениях, которые касаются бизнеса. В понедельник, 9 декабря, в Самаре пройдет еще один семинар. Начинающим и уже состоявшимся бизнесменам расскажут о юридических аспектах предпринимательской деятельности. После лекции любой желающий сможет получить консультацию. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарегист» на нашем сайте, в ее мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Самарегист»